Чудесного дня! С вами Юлия Воронина, ваш проводник в мир китайской метафизики. И сегодня мы продолжаем обсуждать энергии и секреты 2025 года, года деревянной змеи. Сегодня у нас небольшой, но очень важный урок. Сегодня мы поговорим про сектора энергии и благодарности. Начнем мы с вами с благодарности, потому что именно благодарность является одной из таких главных техник и главной защитой 2025 года. 2025 год – это год змеи. Змея вместе с тигром и с обезьяной формируют наказание огня. Мы еще очень много будем говорить про наказание огня и про то, как его минимизировать, как его избежать, как к нему правильно относиться в рамках курса «Путь деревянной змеи». Но сразу хочу озвучить, что одно из лечений наказания – это регулярная практика благодарности. Ежедневная я. То есть практику благодарности я очень рекомендую вам взять просто так свою ежедневную технику, ежедневный ритуал на каждый день и начинать это делать лучше уже сейчас. То есть каждый день введите свою книгу благодарности, записывайте благодарности, просто озвучивайте благодарности миру в таком расслабленном состоянии, закрыв глаза. То есть выбирайте для себя любой способ, но, пожалуйста, практикуйте благодарность. Это одна из важнейших техник, один из ключиков к удаче в 2025 году и еще один из способов защитить себя от огромного количества проблем. Благодарность всегда это очень круто, очень мощно, но в 2025 году она необходима всем и каждому. И в 2025 году секторам благодарности у нас с вами будет юг. Если, например, вы заполняете книгу благодарностью, если у вас есть книга благодарности, то хорошо это делать каждый день, повернувшись спиной на юг. Утром, когда вы просыпаетесь, можно поворачиваться спиной на юг и просто читать какую-то короткую молитву благодарности, либо повторять аффирмации благодарности, либо просто говорить, за что же вы благодарны. В 2024 году сектор благодарности – это юго-восток. Поэтому можно начинать использовать эти энергии уже прямо сейчас, а с 4 февраля начать уже поворачиваться спиной на юг. Гораздо круче, если вы начинаете ту любую технику делать заранее. То есть понятно, что можно вдруг начать благодарить нас начала года, как только у нас начинается змея, но более правильно начинать погружаться во все это уже сейчас, чтобы уже с определенным запасом, с высокими энергиями и вибрациями войти в Новый год. Поэтому сектор благодарности, пожалуйста, и используйте. Можете использовать даже на уровне символизма и просто повесить в этом секторе какой-то коллаж благодарности, написать там «благодарю за» и наклеить там своих близких, какие-то классные моменты в вашей жизни, какие-то фотографии, написать какие-то тезисы, за что вы благодарны, написать молитву благодарности и повесить там в рамочку. То есть даже на таком уровне это уже будет полезно, но при условии, конечно же, что вы не просто повесите и будете ходить мимо. То, что вы повесите, будете смотреть время от времени, да, и каждый раз испытывать ту самую важную для каждого из нас благодарность. Благодарность – это очень мощная техника, и многие мастера говорят, что энергия благодарности, она по своей силе очень похожа на энергию любви. И следующий сектор, о котором я хочу вам рассказать, это сектор энергии, и сектор энергии – это запад. В 2024 году тоже есть свой сектор энергии, но в нем есть нюансы, поэтому я не хочу его сейчас озвучивать. А в 2025 году, если вы будете чувствовать упадок сил, что вам не хватает сил, вдохновения, состояние «проснулся и опять уставший», если вы будете чувствовать, что вам нужно что-то доделать, и вам на это нужен ресурс, которого у вас нет, вы можете поворачиваться спиной на запад, делать пожелание, обращаться к энергиям, просить наполнить вас энергией, либо делать в течение всего года какие-то практики энергетические, повернувшись спиной на запад, и все это будет работать мощнее. Поэтому два сектора – сектор благодарности, в целом для коррекции нашей удачи, для защиты, и сектор энергии. Но все-таки важный момент – сектором энергии, пожалуйста, не злоупотребляйте, давайте своему организму отдыхать, это очень важно. Мы помним, что тема здоровья и тела – это ключевая тема 2025 года. Если вы все время будете только просить у этого сектора энергию, 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 но не будете восполнять ее другими способами, то, к сожалению, вероятность того, что вы сольетесь, она очень и очень большая. То есть, если нужно, как дополнительная поддержка, используем, но, пожалуйста, не на постоянной основе. На постоянной основе этот сектор можно использовать в формате, что, когда вы занимаетесь какими-то практиками энергетическими, на раскачку энергии, на наполнение энергии, хорошо становиться спиной на запад. Это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Еще больше секретов вы, конечно же, узнаете из курса «Путь деревянной змеи». Как всегда, регистрация по ссылочке в описании. Ну, а мы с вами увидимся в следующем уроке. Всем прекрасного настроения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok